Эфир телеканала ННТ продолжит. Новости Дагестан. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Прилавок в багажнике авто. В Махачкале продолжаются рейды по пресечению незаконной торговли. Дагестан, Эмираты быстро и с комфортом. В республике запустят прямой авиарейс в Абудабе. Обещал оформить банкротство, но загнал в еще большие долги. Дагестанец обманул жительницу Санкт-Петербурга на миллион рублей. Подробности в рубрике Дайджест. Среди них все еще нет Абдул-Рашида Саадулаева и Завура Угуева. Международный Олимпийский комитет допустил к летним играм в Париже пока только трех дагестанских спортсменов. Более 140 человек, в том числе 129 детей, выписано из больницы в Буйнакске после массового отравления водой. Все они поступили с признаками острой кишечной инфекции. Для помощи пострадавшим были задействованы 4 выездные бригады медицинских работников. В ходе обходов специалистами охвачено более 2000 дворов и осмотрено около 6000 человек. Как сообщает Минздрав Дагестана, в целом ситуация соки в городе стабилизируется. Напомним, что в отношении Буйнакск-Водоканал возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. В Дагестане выявили более 8 тысяч нарушений правил пользования газом. В Минэнерго-Республике отметили, что треть случаев связаны с несанкционированным подключением к сетям и более половины с использованием несертифицированного оборудования. Всего же специалисты проверили порядка 47 тысяч абонентов. У одних голубое топливо отключили, другим же выдали предписание. В ходе рейдов особое внимание было уделено торговым точкам. В итоге семи предпринимателям специалисты Республиканского Роспотребнадзора выписали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Нарушения в Дагестане выявлены и в сфере торговли. Так, в столице региона продолжаются мероприятия по пресечению незаконной предпринимательской деятельности. Накануне проверки прошли у продуктового рынка номер 2, где специалисты профильного управления администрацией Махачкалы зафиксировали более 20 случаев несанкционированной торговли. Речь о сбытии товара в багажниках авто. Чиновники и стражи порядка побеседовали с предпринимателями и предупредили их о недопустимости выносной к продаже. В Кизельюрте два многоквартирных дома получат новые лифты, еще пять – новые кровли, сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Замена оборудования и покрытия проводится по улицам Гагарина и Гамзата Цадосы. Подрядная организация приступила к необходимым работам и планирует сдать многоэтажки к августу. В Кизельюрте в этом году в рамках реализации оригинальной программы планируется провести капитальный ремонт 10 многоквартирных домов, 7 из которых находятся в городе Кизельюрт. В рамках программы планируется провести ремонт крыши, системы электроснабжения и замена лифтового оборудования. Дагестанский фонд капитального ремонта и подрядная организация прилагает все усилия, чтобы выполнить все работы качественно и в срок. На центральной площади Махачкалы прошла масштабная донорская акция. У присутствующих брали кровь в мобильном комплексе. На мероприятии основной акцент был сделан на важности сдачи костного мозга. Об этом всем присутствующим рассказал почетный донор Виктор Андронов. Он отметил, что трансплантация данного органа становится единственным шансом на спасение онкобольных. В российских регистрах все еще недостаточно потенциальных добровольцев, чтобы у всех нуждающихся была возможность сделать пересадку. Помните, в каждом из вас есть лекарство от рака. Каждый из вас может спасти жизнь. И у каждого из вас есть где-то генетический близнец, которому только вы можете помочь. Этот человек зависит напрямую от вас. В большинстве случаев те, кто вступает в регистр, они не станут донорами, потому что дай бог, чтобы этот ваш генетический близнец всегда был жив, здоров, и ему не понадобилась эта помощь. Но если что-то случится, то только вы сможете помочь. Если все вступят в регистр, это вопрос национальной безопасности. В Дагестане запустят прямой авиарейс в Абу-Даби. Полеты по этому маршруту начнутся 1 октября текущего года и будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону варьируется от 12 до 20 тысяч рублей. Время в пути – 3 часа. Пока жители республики в столицу Эмиратов могут попасть только транзитом с пересадкой в Москве. Далее в эфире обзор новостей в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Не переключайтесь. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 39-летний махачкалинец обманул жительницу Санкт-Петербурга на миллион рублей. В социальных сетях он предложил ей помощь в оформлении банкротства. Но с условием женщине необходимо было оформить кредиты и эти средства перевезти ему. Пострадавшая выполнила все условия, однако после получения денег мужчина пропал. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Махачкала вошла в топ-10 путешествий по России. Столица Дагестана заняла седьмую позицию, расположившись между Екатеринбургом и Красноярском. Аналитики также отметили, что туристы стали чаще пользоваться услугой бронирования, что позволяет зафиксировать цену авиабилета с возможностью стопроцентного возврата стоимости, если вдруг поездка сорвется. В пресс-службе Сбербанка сообщили о появлении в App Store фейкового приложения. Отмечается, что оно называется «Сбер. Новый доступ в Сбол». Специалисты предупреждают, скачивать его не стоит. Безопасная официальная программа для владельцев телефона с операционной системой iOS можно скачать в App Store. Она называется «Умный онлайн». Запрос на блокировку фальшивого приложения уже направлен. В Саудовской Аравии наши земляки помогают беднякам. Представители благотворительного фонда «Инсан» распределяют мясо жертвенных животных в Мекке. Раздача производится в шести районах города, где в основном живут люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Помочь нуждающимся удалось благодаря неравнодушным дагестанцам, которые через «Инсан» подали заявки, чтобы за них в дни праздника Курбан-Байрам закололи жертвенное животное. Уважаемые братья и сестры, мы в Мекке распределяем жертвенное мясо наших паломников и тех наших братьев, которые заказали из Дагестана и из других регионов в Мекке, чтобы порезали Курбан. Распределение жертвенного мяса продолжится и в последующие дни. Пусть Вишня Алла примет от нас и от вас. Сотрудники фонда «Инсан» стараются, чтобы каждая доля этого жертвоприношения дошла по адресу. Распределение мяса во время Курбан-Байрама становится для многих людей не только материальной помощью, но и символом надежды и заботы. Мир вам, благословение и милость Аллаха. Спасибо дагестанским паломникам за бесплатную раздачу мяса бедняка Мекке. Пусть Всевышний примет ваш хадж. И к новостям спорта. Международный Олимпийский комитет допустил к летним играм в Париже пока только трех дагестанских спортсменов. Все они борцы. Это вольники Шамиль Мамедов и Абдулла Курбанов, а также классик Магомед Матазалиев. Всего в опубликованном списке только 14 россиян. В нем на данный момент нет имени двукратного олимпийского чемпиона Абдул-Рашида Саадулаева, а также олимпийского чемпиона Завура Угуева. Федерации борьбы России ждут разъяснения от Объединенного мира борьбы. Окончательное решение об участии борцы примут 19 июня. Три золотые и одну серебряную медали выиграли дагестанские спортсмены в турнире по ушу Саньда в рамках игр стран БРИКС в Казани. Обладателями наград высшие пробы стали Арсену Малатов, Шамиль Лобазанов и Джафар Магомедов. Серебряная медаль в активе Абдул-Касима Магомед Шапиева. На соревнования спортсмены отправились под руководством Ачало Магомед Аминова и Магомед Али Магомедова. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин